Продолжение следует... ...эффекта, например, лежит в основе фотографии. Химическая энергия превращается в электрическую. А здесь энергия выделяется в виде механической работы. Рассмотрим тепловые эффекты. Процессы, протекающие с выделением теплоты, называют экзотермическими. Например, при взаимодействии натрия с водой выделяется большое количество теплоты. Процессы, протекающие с поглощением теплоты, называют эндотермическими. Так, при растворении нитрата калия, теплота поглощается. Заранее смоченная пластинка примерзает к стакану. Чем вызвано поглощение или выделение теплоты? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим, например, процесс образования хлороводорода при горении водорода в хлоре. Для осуществления реакции необходимо, чтобы происходило столкновение молекул, разрыв прежних химических связей и образование новых. Чтобы разорвать связи, нужно затратить энергию. При образовании новых связей выделяется энергия. Если расход энергии на разрыв старых связей перекрывается выигрышем энергии от возникновения новых, то ее избыток выделяется в виде теплоты. Количество выделенной теплоты — это тепловой эффект экзотермического процесса. Его принято считать отрицательным. Количество поглощенной теплоты — тепловой эффект эндотермического процесса, принято считать положительным. При исследовании энергетики процессов используют величину, называемую энтальпией. Энтальпией — это сумма внутренней энергии и произведение давления на объем. Процессы в лабораториях, в промышленности и в природе, как правило, осуществляются в изобарно-изотермическом режиме. Тепловой эффект изобарного процесса равен изменению энтальпии в нем. Величины тепловых эффектов различны. Велики обычно тепловые эффекты химических реакций. Теплота сгорания. Тепловой эффект сгорания одного моля вещества до диоксида углерода и воды превышает 100 килокалорий на моль. Освобождающуюся при сгорании веществ в теплоту широко используют в ряде производственных процессов в технике наземного и воздушного транспорта. Полученный в аппарате киповодород сгорает в кислороде, образуя воду. Тепловой эффект образования одного моля вещества, в нашем случае воды, из простых веществ, устойчивых при данной температуре и давлении 1 атмосфера, называют теплотой образования. Тепловые эффекты образования веществ составляют величины порядка десятков килокалорий на моль. Тепловые эффекты переходов из одного агрегатного состояния в другое обычно значительно меньше тепловых эффектов химических реакций. В частности, теплота парообразования, сублимации, например, йода, составляют величины порядка десяти килокалорий на моль. Тепловые эффекты плавления, переходы из аморфного состояния в кристаллическое, менее десяти килокалорий на моль. А теплота полиморфного превращения и того меньше. В этой установке из графита получают искусственные алмазы. Теплота процесса меньше пол килокалорий на грамм атом. Образование растворов также сопровождается тепловым эффектом. Тепловой эффект растворения кристаллического вещества, например, поваренной соли, равен алгебраической сумме теплоты, расходуемой на разрушение кристаллической решетки и теплоты сальватации. В данном случае в водном растворе теплоты гидротации. Тепловые эффекты растворения жидкостей, газов, твердых тел обычно невелики. Тепловые эффекты различных процессов, их зависимость от состава, строения вещества и от условий проведения процесса изучает термохимия. Термохимическое уравнение содержит запись процесса с указанием агрегатного состояния веществ и теплового эффекта. Как правило, процесс рассматривают при данных температурах, обычно 25 градусах Цельсия, и давлении в одну атмосферу. Тепловые эффекты таких процессов называют стандартными. Однако в некоторых случаях необходимо знать тепловой эффект процесса при иных параметрах. Изменение давления, температуры обычно мало отражается на величине теплового эффекта. В ряде процессов, в частности для реакции в растворах, изменение величины теплового эффекта с температурой может быть существенным. Рассмотрим теперь тепловые эффекты процессов нейтрализации. Теплота нейтрализации сильной кислоты с сильным основанием величина постоянная, не зависящая от природы реагентов. При взаимодействии растворов гидроксидов, как калия, так и натрия, с соляной кислотой, подъем температуры одинаков. Здесь взаимодействие сводится только к образованию малодиссоциирующего вещества воды. Если в реакции участвуют слабые кислоты или основания, то теплота нейтрализации величина непостоянная. Это объясняется тем, что процессу образования воды предшествует распад веществ на ионы. Тепловой эффект ионизации входит в теплоту нейтрализации. Определение тепловых эффектов процессов производят в калориметрах. Калориметрический сосуд защищен от потерь тепла или его притока. Калориметр снабжен чувствительным устройством для измерения температуры. При отсутствии теплообмена между калориметрами и окружающей средой тепловой эффект процесса равен произведению теплоемкости на величину изменения температуры. В зависимости от характера процесса и типа реагирующих веществ применяют калориметры различных конструкций. Однако тепловые эффекты не всегда удобно и возможно измерять в калориметрах. Использование таблиц стандартных тепловых эффектов упрощает расчеты теплоты разнообразных процессов. С помощью таких таблиц можно подобрать наиболее эффективное топливо для ТЭЦ, ракет, отрегулировать режим технологических процессов. Для упрощения вычислений тепловых эффектов используют закон ГЕССА. Из исходных веществ, например углерода и кислорода, можно получить конечный продукт диоксид углерода различными путями. Непосредственно при полном сгорании углерода или последовательно с помощью двух реакций при неполном сгорании углерода. Согласно основному закону термохимии, закону ГЕССА, тепловой эффект процесса зависит только от начального и конечного состояния системы и не зависит от пути перехода. Первый путь осуществляют в энергетических установках. Второй путь в доменном производстве и вообще в металлургии. Закон ГЕССА дает возможность вычислить тепловые эффекты, не прибегая к эксперименту. Так, теплоту образования перекиси водорода нельзя измерить. При взаимодействии водорода и кислорода в обычных условиях образуется вода. Однако можно измерить теплоту разложения перекиси водорода. Зная теплоту образования воды и комбинируя термохимические уравнения этих реакций, находим теплоту образования перекиси водорода. Из закона ГЕССА вытекают два следствия. Первое. Тепловой эффект реакции равен сумме тепловых эффектов образования продуктов реакции за вычетом суммы тепловых эффектов образования исходных веществ. Второе. Тепловой эффект реакции равен сумме тепловых эффектов сгорания исходных веществ за вычетом суммы тепловых эффектов сгорания продуктов реакции. Для расчета тепловых эффектов процессов часто используют энтальпийные диаграммы. Отложим в масштабе тепловые эффекты образования диоксида углерода и оксида углерода. Пользуясь законом ГЕССА, на диаграмме легко находим дельта H2. С помощью энтальпийных диаграмм рассчитывает энергию связи, теплоту гидротации и тепловые эффекты других процессов. Сопоставление экспериментальных и теоретических тепловых эффектов образования веществ дает возможность в ряде случаев судить о структуре. Каково, например, строение молекулы озона? Первой структуре отвечает теплота распада озона на атомы 105 килокалорий на моль. Второй — 145, что соответствует данным эксперимента. Следовательно, молекула озона имеет угловое строение. По измеренным и вычисленным значениям тепловых эффектов можно также судить об устойчивости соединений, их составе, отличить друг от друга сходные вещества. В ряду веществ-аналогов величины тепловых эффектов образования возрастают с увеличением молекулярной массы. Наиболее полную картину хода тепловых эффектов реакций можно обнаружить, рассматривая периодическую систему элементов. Тепловые эффекты однотипных реакций, например, взаимодействие хлора с другими элементами, меняются закономерно с изменением порядкового номера последних. В подобных закономерностях содержатся и количественные соотношения. Так, для оценки теплоты неизученных реакций можно воспользоваться приближенной линейной зависимостью между тепловыми эффектами реакций в двух рядах сходных веществ. Например, между стандартными тепловыми эффектами образования хлоридов элементов четвертого и пятого периодов. В растворах также проявляются закономерные изменения тепловых эффектов в зависимости от порядкового номера элементов в периодической системе. В ряду веществ аналогов можно установить приближенные соотношения. Например, взаимосвязь между стандартными тепловыми эффектами растворения в воде хлоридов и бромидов щелочных металлов. Энергетические эффекты в химии многообразны и еще полностью не изучены. Они занимают важное место в теории, устанавливающей связь между строением и свойствами вещества. Велика также роль термохимических расчетов, без которых невозможно осуществить ни один технологический процесс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова